Всем привет! С вами, как всегда, я и вы уже, наверное, догадались, что мы продолжаем играть в Assassin's Creed. И мы продолжаем ровно после того момента, как убили Дэча. Давайте продолжим. Я надеюсь, мы отомстим за него. Не дали, так сказать, старику уйти на покой. Подсказки, отправляйтесь на юг, чтобы найти большие корабли с богатой добычей. То есть, на юге у нас хорошие корабли, богатая добыча, но и более трудная возможность их уничтожить. Что ж, надо сходить туда, как только я улучшу свой корабль. Ну а пока я буду просто бежать, бежать и рассказывать какую-нибудь странную фигню, как обычно я это делаю и надеюсь, вам это нравится. В любом случае, всё круто. В целом. В целом всё круто. Бело. Белым-бело. 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 Мне это чем-то снег напоминает или трон. В плане фильм трон или игру трон. Как будто мы находимся как раз в компьютере и это всё так вот красиво выглядит. Наконец-то сохранение. Я очень долго жду. Начинает уже напрягать это. Нагитовые! Живо-живо-живо! Так. Настать скорости! Мы... Нас ищут, скажем так, назовём это так. Ближайшие к нам корабли с ромом, деревом, ромом. Окей. За нами идёт охотник. Он у нас не такой на нашей скорости. Он, возможно, даже потеряет. Хотя, единственная минность, да. То есть, у нас нету вблизи никакой помощи от ветра. Ну, это ничего страшного. Так, кстати, сколько у нас денег? 12500. Да, всё ещё мало. Всё ещё мало для усовершенствования нашего корабля. Реалы. 2000 реалов опять. Нападать я, наверное, на этот корабль. Я не стану. Если, конечно, они сами не решатся напасть на меня. Потому что, пока я буду с ними биться, есть вероятность того, что на меня нападут. Тем временем, надо, скорее всего, починить корабль. И доплыть до того слицательного знака. Кстати, давайте посмотрим, может он опять тоже где-нибудь далеко. Да, и он действительно далеко. Он находится аж за островом. Переместиться вот сюда нужно. Это ближайшее место, от которого я могу куда-то доплыть, по идее. Потому что от остальных мест я элементарно не доплыву. Это, кстати, почему-то Пит Кевен и Тартуга не исследованы. Ну и хотя, вроде бы, там был. А, нет. И вот здесь был. Окей. Давайте переместимся вот сюда. Мы, в принципе, можем отсюда доплыть. Заодно улучшить корабль, продать вещи. И, возможно, нам хватит денег. Подсказки, значки синхронизированных. Отдать, броты! Окей. Отпустить штурвал. Подобрать паруса! Я зря это сделал. Капитану руля! Причалить. Вот. Отлично. Теперь корабль двигается с задом, и это так круто. Опа! Вот. Я это сделал. Как? Не знаю. Итак, продать. Продажа. Нам не нужны ткани, абсолютно. Я сказал, ткани. Да? Нам нужны ткани. Нам не нужен ром. Подтвердить за 2 500. И мы набираем 5 000. Отлично. Тоже подтверждаем. Дерево, металло, ткани нам нужны. Сколько будет, кстати, интересно? 4 500. Не очень много, поэтому даже смысла особого нет. Шкура дешевая. Кость дешевая. Кости кабана тоже дешевые. И кожа акулы тоже. Не, вот. Ну, кстати, кожа акулы дороже стоит, но... Я не вижу смысла, чтобы покупать ее. Ой, прости. Что вы требуете? Да-да-да. Я забыл. Прости. Купить. Улучшение догалки. И, наконец-то, купить корпус предпоследний. Следующий стоит 30 70. Короче, стоит дофига. Мне бы еще в идеале улучшить бортовые орудия, но это стоит 8 000. Мощность ядер обычных 35 000. 6 000. 5, 6, 3. В общем, все это дело дорого. Стоит много. Поэтому... Поэтому как-то так. Броня шлюпки. Эта шлюпка выдерживает большое количество атак. Это гарпун наносит больше урон. Я думаю, в принципе, можно... Было бы купить вот это, но я этого делать не буду. Так, давайте. У нас теперь улучшенная галочка. Какая-то прозвучила. И... Я надеюсь, что она стала намного мощнее, чем была. Белган, самому. Заплатили за то, чтобы снизить известность. Думаю, вам не надо объяснять, зачем я это сделал. Нет. Кому вы там стреляете, ребята? Не понимаю иногда. Да, вот я на мостике. Это да, на варке. И давайте посмотрим. У нас теперь улучшенный корабль. Более мощный. Так. И... Какого фига я не могу... Двигать карту. Ага. Вот, все. Попробуем попутно захватить вот этот Кабодек Круз. Опять же, попробуем. Ловим ветер, сколько есть? Так. Уровень 23. Мы уже его спокойно пойти и убиваем. А, этот корабль тоже 23. Ром, сахар, 80. 25. В принципе, можно такие пару кораблей ограбить. Врачом, немножко денег. Можно этого и не делать. В принципе. У нас 5 снарядов есть в мартирных. Это хорошо. То есть мы автоматически наполнили. Так. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть через 3 километра опасный форт, который мы можем попробовать захватить. Мы это будем делать. Давайте просто ускоримся тогда и попробуем дойти к нему вовремя. А давайте рыбку положим. Сэр, вижу свет. Спустит бомбарам себя и марселя. То мясо, так и просится на гарпун. Готовьте вельбот, парни. Хочу кушать, хочу рыбку, хочу акулочку. Хватай веревку! Хватай веревку! Уходит! Ах, ты ж мимо. Все море покраснело! Ну так это хорошо, ребята. Ранили! Это еще лучше. Да что ж ты так виляешь-то, зараза. Ха-ха-ха-ха! Получил! Ах, ты ж мимо. Еще раз мимо. Все, слабеет! Вот черт! Оборвала. Не видать? Так, где? Вижу! Впереди! Преконеч, твари! Готово. Итого ушло 5 или 6 гарпунов в нее. Не очень-то мало. Какая громадина! Но зато у нас есть обед, ребята. Вкусный обед. Наверное. Вкусный. Наверное, обед. Так, запретная зона. Куча кораблей. Видимо, как только мы подойдем туда, нас будут атаковать. Но я не боюсь. Мне не страшно! Там стоит корабль. Окей. Так, раз, два, три. Три корабля. Не страшно. Они слишком маленькие. Что они нам не сделают? Так, мы их можем даже спокойно расстрелять. Не таким способом, но сутью примерно поняли. Скорее под... Как ток, так сразу, ребят. И так, давайте разгонимся. Развлекаемся с ребятами. Нас попали! Нас попали! Кэр, стреляйте вон туда! И в щепки! Гоу! Спустите все, кроме гротов! Грот и по ветру! Да! Удомит пуса от пури! Осторожнее, капитан! Держись крепче! Еще чуть-чуть, сэр! Не лезьте под тяжелое руль! У нас пробоина! Ну что, проверьте! Спустишь паза, сладенький! Готовы, все! Отлично! Ну! А как же абордаж? Или мы не можем брать этот корабль на абордаж? Вам всем! Блин! Если мы здесь, надо бить! Блин! Жду приказаний! Ну! Горячий сап нам поможет! Держись! Металл, реала, ткань, ром. Риф, щепки! Ядра. Отдать гроты, по ветру! Не зря, так сказать, шоу. Больше парусов давай! Так и да! Так, подобрали немножко рому, сахара. Все остальное у нас и так есть. Убавляй от ветра! Убрать гроты! Живо! Свободу гротам! Неизвестно, почему нас не атакуют вот эти два корабля. Но, видимо, они нас все-таки атакуют. Блин! Ура! Прибыль, всем отселяйте! У них подкрепление, кап! Чисто! Ружка готова! Иии... Стреляют! Блин! Офали, сэр! Блин! Они стреляют залпами! Подходящая дистанция! Легкая добыча, капитан! В бою готов! Залп! Удачная позиция! Блин! Они неизвимы здесь! Надо бить! Страви! Блин! Офали, сэр! Залп нам поможет! Ни сега не вижу, но суть в том, что... Тяни, толкай! Давайте, черти за работу! Надеюсь, я там хоть в кого-нибудь да попаду! И это будет круто! Ну, по крайней мере, я опять же на это надеюсь! Тем более, что у меня сейчас на данный момент закончились все возможности! Идем ребят поубивать! У нас люди вот отрекутся дверкушки! В течение два выстрела! Пробую сейчас взорвать бочку! Убили еще минус один! И поехали к ним на палубу, как бы, как раз-таки! О-о-о-о! Все! Готово! Мы это сделали довольно быстро! И нам надо сейчас, опять же, так же быстро Учинить корабль и уйти отсюда На следующее задание Что делать с кораблем? Починить галку, конечно же! Галку-мигалку! Теперь вы известны, вас ищут охотники! Я бы сказал, что ничего новенького я не услышал в этом Поэтому все окей Мимо цели! Мимо цели это плохо Так, украсть-то ограбить Посмотреть за охотником Там где-то рядом охотник Это нехорошо В любом случае То есть, да Но я думаю, что это терпимо Более того У нас есть возможность На данный момент Попробовать Пойти напрямую на задание И забить, видимо, на Уничтожение форта Хотя Чем черт не шутит? Корабль от нас находится в 700 метрах Уже даже 800 Так что, в принципе, есть вероятность, что можно спокойно Начать Атаку на форт Итак, мы вошли в запретную зону Мы уже видим башни форта Они находятся в 300 метрах от нас Разворачиваем пушку в сторону И начинаем палить Все очень хорошо Пока идет Более или менее Так, стараемся Уничтожить Все это добро Понимаю, что лучше, конечно, прицельно Бить Что-то такое Но Постараюсь это делать Так, надеюсь, мы не наполимся На какие-то очень дико Крутые Идей Убавить паруса от бури Хороший залп нам поможет Итак, раз Два Три Тот корабль уже можно скоро брать на абордаж Разворачь Они уязвимы здесь Надо бить Надо бить Набьем Говорите, без проблем Быстро уходим На галки Таким образом Так Готов еще один кораблик А я думаю, нужно присесть Отлично Так И вот мы тихонько начинаем видеть Корабль противника Гадайте, какой Правильно Начинаем видеть охотников за головами У нас уже 4 Не 4 А 2 Сейчас по нам что-то упадет сильно больно Столкновение Берем 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 Так Быстро уходим С атаки Панам Попутно уничтожая Чертям этот корабль Ненавижу и охотников Только скажите, Гад Только скажу Итак У нас осталась последняя башня Ой У нас осталась последняя башня Мы ее должны раздолбать Спустить паруса Блин Вон слабое место Раз Раздолбаем Два И последний залп Три Готово Мы снова Можем Спокойно захватывать Форт И при этом Более-менее Даже не потерять Наш собственный корабль В том плане Что он почти целый И не раздолбанный А это уже круто Все наверх Отдать паруса Нагитовые Марс или гроты Убрать Капитан на мостике Я все-таки хочу Пришвартоваться Поэтому давайте Ребят Пришвартоваться Убрать Поймать ветер Бросок Петерей Поднять паруса Потому что без того Чтобы швартоваться Я Скорее всего Нормально Не смогу туда забраться Лень как-то Это по-другому Делаться Да На носу Так Забираемся наверх Нам нужно Как обычно Бить Парочку людей Почему все это Как обычно Просто Просто И легко В идеале Еще Забрать сокровища Которые есть В этом форте В том плане Что мы собрать И всех Как убить Всего двоих Офицеров Это вообще Прям Проще Как говорится Парен и репы Первое сокровище Готово Здесь Есть Некоторые люди Которых нам Надо убить Мы это делаем Легко Пропираемся Более того Убиваем Еще некоторых Людей Которые нам Мешают Убиваем Причем Очень быстро Очень просто И нам Даже почти Никто не может Помешать Так Убиты офицеров Порта И там Боб Промазал Параба Каналия Итак Офицера Фотор Сейчас Второе Я тоже Убью Добраться До штаба Так Знаете что Давайте я попробую На данный момент Я попробую Забраться Во первых Вот сюда Получается По какой-то причине А нет Все окей Так вот Попробую Забраться сюда И выполнить Маленькие Абстерговские Вот эти Прихоти Ладно Один Тихо Ладно Ладно Тихо Абстергов ranks Ну Тихо Ладно Маленькие Редактор Маленькие Они И дошли Долодь Ладно Маленькие И почему-то такое ощущение, что мне того чувака придётся вообще убить к чертям. Всё. Наконец-то я инкогнито вроде бы. Открываем дверь. И убиваем тебя, чувак. Мы захватили форт. Теперь он наш. Раздолбанный хлам на нас. Итак, у нас доступна ещё одна часть карты. Теперь это всё принадлежит нам. Это круто. Мне это нравится. Причём карта открывается абсолютно сразу, как только мы достигаем определённого момента. И также мы можем телепортироваться, насколько я понимаю, на эти места. Да, вот переместиться можно. И это большой плюс. То есть, чем им больше, тем лучше. Так, давайте посмотрим, что мы можем здесь ещё найти. Посидеть на 15 разных мест. Не думаю, что мне это будет сильно интересно. О, кстати. Не видела такого, чтобы... Можно было сюда пройти, но да ладно. Мы что-то говорили про бочки с порохом. Нет, не столь интересно. Так, давайте заберёмся как-то наверх. Наверное, вот сюда вот. И уже отсюда, скорее всего, да. Вот так вот наверх. И так, что у нас есть на этом маленьком островке? В принципе, здесь больше ничего нету, поэтому можно уходить спокойно, не парясь. Давайте будем. Окей, ребят, бедняк тошнит. Ну, а мы тем временем тупо спрыгнем вниз, чтобы вот этого чувака откупиться от основной нашей проблемы. То есть от людей, которые нас хотят убить. Итак, взять штурвал. И плывём на цельные миссии. По крайней мере, надеюсь на то, что всё будет хорошо. В нашу честь стреляют пушки, я так теперь понимаю это. А мы всё плывём и плывём. Так, можно, кстати, конечно, проплыть вон туда вот и найти что-нибудь полезное. Что, кстати, я, наверное, сейчас и сделаю. Давайте это просто будет такая миссия. Поплавал-поискал из разряда. Я думаю, вы не против. Вот, а мне, кстати, ещё интересно, помимо всего прочего, наш корабль как-то в размерах увеличивается или нет. Тоже интересный такой момент. Как от нас кораблик-то его вернул быстро. Итак, давайте сейчас подплывём вон туда и займёмся поисками. Что-то на глубине! Что-то на глубине! Что-то на глубине! Сказал он, и мы будем сейчас погружаться вниз. Классно, вот этот колокол такой. Офигенный просто. Так, сундуки, фрагменты, анимусы. Надо найти 8 и 2. Выходим отсюда. Роговка вперёд. Скорее здесь даже не вперёд, а скорее вверх. Так. Я полагаю, что где-то здесь, да, всё правильно, есть сундучок, который почему-то не закрыт. Оловянный поднос и золотой. Чё-то там. Так. Как можно спокойно выйти? Почему-то я периодически вхожу вот в какую-то запретную зону. Так, давайте сначала возьмём ещё вон тот сундук. Аккуратно мимо медуз поплывём. Ай. Одна всё-таки меня покоцала. Как бы это не было печально и прискорбно. Пещера около дьявола. Мы именно здесь сейчас находимся. И будем надеяться, что больше меня медузы бить, коцать и что-то со мной делать не будут. Подышали, вышли, пошли дальше. Причём мы подышали, после чего бочка сразу ушла в никуда. То есть дважды из одной бочки дышать нельзя. Так, здесь сильное течение. Но я так предполагаю, что если мы, да, зайдём сюда, то сможем спокойно пройти. Вот фрагмент. Отлично, он собран. У нас остаётся довольно много на данный момент ещё воздуха. Я, например, настолько задерживать воздух не могу. Поэтому тут уже от человека, скорее всего, зависит. Ой, как нас швыряют там стены. Оказывается, это довольно неприятно и больно. Давайте подышим. Потому что вот там есть ещё один такой же. И будем уже пробираться дальше. О, здесь есть угри. Надо быть поаккуратней. Так, что мы там нашли? Ничего больше, кроме 300 монет. Окейушки. Идём дальше. Здесь куча медуз. Взаимодействовать нет, рано. Вот, сначала вот здесь будем взаимодействовать. Откроем, залезем внутрь, потом подышим. И уже только потом выйдем наружу. Как это так? О, здесь медуза присоседилась, интересно. Тысячу золотых, это круто. Хотя, может я ошибся, может там не тысяча золотых было на самом деле. Так. Подышим воздухом. Потому что на всякий случай я думаю, что он нам всё-таки нужен. Там можно увидеть было только что скелета, который был привязан к кораблю. Есть хорошо, на мой взгляд, но всё как есть. И вот мы можем подышать спокойным воздухом. Воздушные карманы. Подходите к воздушному карману, чтобы подышать. Подышать. Ныргаем обратно. И смотрим, что здесь за фигня такая. Потому что нас выбрасывают ввоз вверх. Но, видимо, имеется в виду, что здесь воздушный карман. Здесь, видимо, на это идут расчёты. Ладно, тогда просто плывём вперёд, забираем сундук. Сребряную табакерку мы нашли. И надо как-то вот этих двух медуз аккуратней пройти. Так. Как прошёл? Аккуратно, неаккуратно уже не скажем. Так. Обстошить под водой 10 сундуков сделано. Следующий воздушный карман у нас, к сожалению, видимо, не близко. Да и медузы, честно говоря, немножко напрягают. Сейчас посмотрим аккуратно. Ай-яй-яй. Сам напоролся. Так. Так-так-так. Аккуратненько, быстренько. Топ. Вверх, вниз. И поехали к воздушному карману, который там вот находится. Надо будет такая мини-исследовательская сторона. Торона нашей игры. Веселой. Здесь даже можно прогуляться будет. Смотрите-ка, оказывается, всё дело очень круто. Ой, как подлагнуло-то сейчас у меня здесь всё. Чертежи. Золото. И много чего ещё. Особый футканет доступно в каюте капитана. Ну что ж, прыгаем вниз. Забираем сундучочек. Как только погрузимся. Поглубже. Вот он, наш сундук. И нам надо плыть дальше. Пещера Ока Дьявола. Собраны все сундуки и все задания. Какие, как говорится, мы молодцы. Так, а теперь у меня некоторые проблемы. В связи с тем, что я не вижу, куда она шевряет, болтает и прочее. И это проблемно, честно говоря. Воу. Я не знаю, почему у меня камера не поворачивается, но я стараюсь уклоняться от всего чего-то бумагу. Хотя это, в каком-то смысле, интересный вид. Эээ... Ладно, неважно. В общем, это был интересный вид, но я абсолютно не видел ни черта. Видимо, это какой-то глюк пиратской версии. Фигозная. Вот, кстати, тоже минус пиратства, да. То есть, есть некоторые баги, которые в нормальной игре исправили. Ну, а здесь, например, нет. Итак, мы... Ох, как красиво! Смотрите, какой классный красавец. Прям такой большой. Давайте попробуем к ним поплыть. Я, конечно, догадываюсь, что у нас это скорее всего не получится, но... Давайте просто попробуем. Нельзя. Ну вот, область недоступна. Но это классно. Все равно, то есть... Классно то, что... Там есть вот такие вот... Большие животные. Можно на них посмотреть, даже услышать, как они... Скажем... Говорят, да, то есть, ну вот... Это круто! Такие мелочи позволяют оценить игру. То есть, то, насколько... Разработчики заботились о том, чтобы людям было интересно. Я думаю, на этом... Я закончу эту серию. Я надеюсь, вы не против. Возможно, она будет немножко такой коротенькой. Я, к сожалению, по времени... По времени не засекал. Но, тем не менее, всем спасибо. С вами был, как всегда, я, Дезертир. И, как всегда, Assassin's Creed. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok